Всем привет! Мы давно не виделись, я только что сняла видео для вас про мой весенний макияж. Почему я говорю весенний, я не собиралась так говорить. В общем, про этот макияж, если вам он нравится и вам интересно, как я его сделала, оставайтесь вместе со мной. Давно не снимала, но на самом деле рада, честно рада. Погода сегодня солнечная, весна, настроение супер. Хочу снять, собирайся со мной, собиралка, болталка, макияж. Я тут себе специальное зеркало купила, буду в него как раз смотреть и краситься. И вам видно, и мне все будет видно хорошо. Базу я использую клей-депо, корректирующий крем. Все, SPF 20, база белого цвета. Вот такая вот. Ее наношу я на щеки. Щеки у меня, как сказать, давнее проблемное место. Что-то я ее очень много намесла. Ну, естественно, это просто с непривычки, непривычно и краситься, и говорить, и смотреть в зеркало. Я буду миксовать два средства. Medium to Dark. Он очень темный. А вот этот BB крем, Medium Shiseido, SPF 30, но он очень розовый для меня. Но когда я смешиваю вот этот розовый, он на самом деле не розовый, у него розовый просто подтон. Когда я смешиваю его с тонирующим тинтом от Bobby Brown, он такого темного цвета и желтого. Когда я их смешиваю вместе, получается прям супер фреш-фреш вид. Такой вот цвет примерно получился у меня. Ой, какой темный. Ну ладно, я тогда сегодня буду загорелой. На самом деле подстроится под тон лица, и будет все нормально. Хорошо промазываю всю шею, особенно когда неудачно подобран цвет лица лучше. Все растушеваю, немножко прихлопнем, чтобы это все встало. Видите, он хорошо подстраивается под цвет лица. Тап-консилер. Консилер я... Это Кевин Акаун. Скажу, супер натуральный консилер. Корректор. А цвет какой, я даже не знаю, не написано. Он у меня был давно, но открыла я его для себя совсем недавно снова. Так очень часто я покупаю какое-нибудь средство, оно у меня очень долго лежит, и там через полгода, через год я начинаю только им пользоваться. Странная система, но ладно. То есть этот корректор я купила на самом деле давно, может быть даже год назад в Америке. И вот он у меня год отлежал, и неделю назад я начала им пользоваться. Но вот неделю назад я начала им пользоваться, и пользуюсь им каждый день. Потому что корректор просто супер. Незаслуженно он у меня так долго лежал. Похлопывающими движениями. Я планирую перейти на кисточки для нанесения тональной основы. Но руками просто ты наносишь, руки теплые, и они как-то все правильно распределяют, потушевывают в кожу. Как-то это все гармонично получается. Минус, что покрытие плотнее. В принципе, когда ты используешь легкие тональные средства или корректоры, то руками все нормально растушевывается. Я, кстати, купила себе новый тональник Hourglass. Вот он очень плотный, для него точно нужна кисточка, поэтому займусь этим вопросом. Посоветуйте мне кисточку, которую купить для тонального покрытия, только чтобы не онлайн, а вживую. Потому что с доставкой я не дружу, у меня все воруют. Серьезно. Хотя я огромный поклонник делать шопинг через интернет. Замажу все свои штучки. У меня на самом деле сейчас больше проблема даже не какие-то пятна на лице, а именно такие мелкие какие-то высыпания, что-то типа закрытых комедонов. Очень мелкие и незаметные, но при определенном освещении их видно, и, естественно, это не красит никого. Charlotte Tilbury голливудский фильтр. Каждый пальцем я растерла, разогрела и наношу на висок, на верхнюю часть скулы, на подбородок, на нос и под глаза. Палетка от Charlotte Tilbury. Это полный лук за 5 минут. Вот такая вот она. То есть какая-то скорее, наверное, travel даже версия. Но она у меня тоже, кстати, долго лежала. Потом я ее начала пользоваться, потом я ее забросила, и сейчас я снова начала ей пользоваться. Буду наносить на глаза вот такой вот цвет. Наносить я это все буду кисточкой Tom Ford номер 11. Ну, кстати, я могу и в это зеркало краситься. Мне в него, в принципе, тоже видно. Наношу на все века. И поскольку кисточка большая, она за меня буквально все растушевывает. Я вообще с маленькими кисточками не очень дружу. Я хочу себе вообще все кисточки поменять на Tom Ford, потому что с ними прям прикольно краситься. И они хорошо работают. Они, кстати, ушли, по-моему, с натурального меха, и все делают из искусственного. И это мне даже еще больше нравится. Забавно, что в камере, вот в дальнем зеркале, и в этом зеркале абсолютно три разных, как это сказать, цветопередачи. Верьте мне на слово, в жизни выглядит красиво. Лицо надо припудрить, а пудру-то я забыла. Надеюсь, я не буду за каждым средством отдельно бегать. Пудру нанесу тоже от Charlotte Tilbury. Это моя любимая пудра. Оттенок номер два. Airbrush. У нее очень мелкий помол. И она действительно практически незаметно на лице. Наносить я ее буду кисточкой Bobby Brown для румян. У меня нет почему-то нормальной кисточки для пудры. Она у меня как-то была утеряна, и я до сих пор ее не восстановила. У меня есть ватный диск. Я протру под глазами все, что осыпалось от теней. Видите? И нанесу консилер. Консилер я нанесу от Cisley. Вот такой вот он с подушечкой. Цвет номер два. Нанесу я его под глаза. И немножко на носогубки. Тем самым я их высветлю. И визуально они будут меньше. Все очень просто. Румяна Tom Ford 05 и Rawish. Это те самые румяна, которые я лет пять еще назад показывала. Чуть ниже нанесу их, а более светло-розовые нанесу сюда на щечки. В вечернем освещении себя немножко по-другому ведут. Но сейчас при дневном тоже неплохо выглядит. Немножко на шею, чтобы все гармонично было. Розовенький, свеженький от Bobby Brown. Клементин 46 я нанесу на яблочки даже немножко повыше. Вот так вот. Оп-оп-оп. Ой, батарейка сейчас опять сядет. Ну что ж такое? Мне кажется, солнце уже девять раз сменило свою позицию, пока я делала свой замечательный макияж. Я не помню, на чем мы остановились, но я накрасила себе, по-моему, щеки как лаун румянами. И сейчас я их немножко растушевала. Я очень сильно делаю румяна. Вам так делать не советую, но я уже привыкла к себе так. И мне кажется, люди, которые меня знают, тоже уже привыкли, что я вечно хожу перерумяниное. Но нравится мне румяна. Ничего не могу с этим поделать. Ничего, ничего. И еще раз припудрюсь, потому что прошло уже 30 минут. Свиняюсь, у меня просто все лежит на полу, и Габи периодически ворует мои кисточки. Я хожу их по всей квартире, собираю. Так, я еще раз припудрилась. Что я сделала? Румяна, пудру, тон. Хайлайтер мой любимый из Шарлот Тилбери. Скульптор и хайлайтер. Их две. По-моему, светлые и темные, у меня светлые. Нанесу хайлайтер я кисточкой вот такой вот от Бобби Браун. И на уголок глаза. Ой, на уголок глаза нанесу его маленькой кисточкой. Номер 12 Том Форд. А, у меня же зеркало есть. И вот так вот наверх складочку продолжу. Плюскую лицо Fix & Mix от MAC. Этой штучкой я тоже уже давно пользуюсь. И всегда... И всегда я ее использую перед тем, как сделать брови. Потому что, если я крашу брови и потом прыскаю эту штуку, брови у меня почему-то стекают вниз. Остальной макияж она, наоборот, объединяет и как-то правильно сажает на лицо. Брови я нарисую карандашом от Том Форд. Это очень старый тоже у меня карандаш. Сначала я их расчешу. Я к нему опять вернулась. Цвет у меня ТОП-02. Так как он выглядит очень естественно. Рисовали. Бель для бровей Анастасия Беверли Хиллз. Мне нравятся люди с густыми бровями. Я бы, конечно, хотела, чтобы у меня брови были еще раза в три больше. Я была бы очень счастлива. Ну, это, конечно, наверное, был бы возможный перебор. Но мне бы было в кайф. Хочу еще немножко консилера добавить под глаза. Это, он такой больше для свечения, но мне он нравится. Это Ив Сан Лоран номер два с половиной. Это мой самый старый консилер, которому я уже не знаю, сколько лет не изменяю. И не буду ему изменять. А если его снимут с производства, пойду и куплю себе впрок еще пять штук. Тушь у меня Armani Eyes to Kill классическая номер один, черная. Она мне нравится, она мне подходит. Не хочу ее менять. Накрасим же ей. Смотрите, это, кстати, у меня старая тушь. Зато я протерла кисточку, сняла все лишнее. И она красит очень круто, разделяет все реснички. Мне нравится. Мне в инстаграм часто пишут, вот зачем ты делаешь, не зачем ты делаешь макияж, а у тебя все время один и тот же макияж. Да, у меня все время один и тот же макияж, потому что это мой стиль. И мне он нравится, мне он идет. Зачем мне что-то изобретать велосипед, если я уже его нашла, просто его буду совершенствовать. Так, тушь сделана. Мады, опять-таки, Шарлот Тилбери. У меня, получается, сегодня такой макияж прям ей посвящен. Ангаби там лежит, сгорает. Макияж губ. Ура, последняя. Здесь я могу поделиться своим действительным фаворитом. Габи. Я закрыла дверь, чтобы... Ну, заходи. И... Мне не нравится, когда делаешь полное нанесение, когда их чуть-чуть наносишь и пальцем вот так вот, как это сказать, растушевываешь. Мои три любимые цвета. Это Walk of Shame, Bond Girl, Aff Aff и Pillow Talk. Давайте я вам покажу их. Walk of Shame выглядит вот так. Если кто-то помнит, у меня в Инстаграм там фотки, где я в Лондоне была, в шляпах ходила. Там вот у меня в тюреме этими помадами. Bond Girl. И Pillow Talk. Он самый такой. Walk of Shame. Когда его немножко наносишь, чуть-чуть. Я не делаю ни карандаша, а карандаш я потом сверху сделаю. Чуть-чуть его наносишь, такими приклопывающими движениями. И растушевываешь. И прикольный такой эффект получается. Прям зацелованный губ. И последняя фишка моя, которую я делаю постоянно, это карандаш Eva Mosaic. Я не знаю, сколько он стоит. Я думаю, что вообще недорого. Цвет называется Flirt. А, это что, русская, что ли, марка? И растушевывая. Он просто такого дурацкого розово-сиреневого цвета, такого олдскульного. Но если его совсем немножко нанести, получается такой baby doll в хорошем смысле слова. Мне нравится. За контур лучше не вылезать. Но я периодически вылезаю. Ну все. Та-дам. Мой макияж окончен. Я надеюсь, что он вам понравится. Это был очень простой макияж, но это, в принципе, мой план. Сначала начать с простых и постепенно их увеличивать. И увеличивать длительность видео и длительность рассказа об определенных средствах. В этом макияже, на самом деле, использованы все мои любимые средства. Все они хорошие. Все они тестированы. Ни один день и ни один месяц. Надеюсь, вам понравится. Я назову это видео весенний макияж. Не буду я его так называть. Назову ежедневный макияж. Всем привет от Габи. Всем хорошего настроения. Мы вас любим. Будем снимать видео еще. Мне нравится, кстати, это место около кровати. Нравится ли оно вам? Будем ли снимать видео вот здесь? Вот с этой точки на полу. Давайте тогда проголосуем под этим видеороликом. Какое следующее видео вы хотели бы видеть? Например, про уход. То есть крем, тоник. Или, например, про маски. И давайте пока будем делать бьюти-тему. Может быть, вы сами какую-нибудь интересную бьюти-тему предложите. Про гардероб и про жизнь немножко попозже. Мне нужно разогнаться, войти, так сказать, в правильную стезю. Поэтому пишите, о чем хотите, ролик. И будем его снимать. Аф, аф. Все, всем хорошего настроения. Всех люблю. Пока.